Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, в эфире телепередача «Ислам и современность» на телеканале Азия ТВ. В студии у нас член Совета Улемов, доктор Кады Раджи Маликов. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Кады Раджи Маликов, специалист по исламскому праву. В 2001 году окончил University of Jordan по специальности «Исламская юриспруденция». В 2005 году – University Complutense de Madrid по специальности «Управление конфликтами и безопасность» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Первый вопрос сегодня – это как верующему мусульманину относиться к другим? То есть другим мусульманинам, которые, например, не разделяют его точку зрения, его мнение. Ну, абсолютно нормально, потому что в исламе существует такое понятие, как разрешенные разногласия. Каждый из нас – личность. И у каждого из нас есть свой определенный взгляд и даже понимание на одну и ту же самую вещь. Поэтому это было естественным, что каждый, кто читает, допустим, какой-то текст или видит какую-то вещь, он по-разному воспринимает. Из-за этого сложились плюрализмы мнений, и наличие сегодня показывает это как результат наличия четырех масхабов в исламе. Вот, юридических правовых школ. Вроде бы один текст, но каждый из масхабов или один из масхабов какой-то несогласен и по-другому трактует и понимает текст. Курана, хадисов, да, то же самое. Вот. Я просто приведу пример, различное понимание, мнение. Вот, я всегда это чаще провожу, потому что самое понятное, это, например, использование мисваха, да, то есть это палочка для того, чтобы чистить зубы. Где есть хадис, где наш пророк, салаллаху алейху асалам, сказал, если бы была моя воля, то я бы сделал фарзом, обязанностью каждому мусульманину чистить перед намазом зубы, да, палочкой, да, мисвахом, использовать мисвах. А те, кто взял этот текст, понял или как взял буквально, те используют до сих пор, вот мы видим наши братья, сестры, мы сами, да, используем мисвах, допустим, да, когда чистим зубы. Как, чтобы заработать салам вознаграждение от Бога. Но есть и другая школа подхода, их называют Ахлюррай, то есть школа рационализма, да, она в основном исторически располагалась в Ираке. Это иракская школа, Багдад, Куфа, но потом постепенно распространился, и вот в основном это ханафитский масхаб, это Самаркан, Бухара, да, вот. То есть они подошли по-другому, то есть представители рационального подхода, они искали в тексте смысл, цель, причина, да, и пришли к выводу о том, что основная цель достижения ее, да, то есть цель основная это очищение, это гигиена и очищение рта, полости рта, то есть чистка зубов. А каким способом вы достигнете этой цели, нет проблем, вы можете использовать зубную пасту и современную зубную щетку, то, что и делает почти полтора миллиарда мусульман, да, основная часть, вот. То есть здесь два разных подхода, и то, и это про достигать цели, ведь зубы чищены, чищены, каким образом, кто-то мисвахом, а кто-то зубной пастой и зубной щеткой, вот. Самое главное достижение цели, и вот исходя из этого, соответственно, эти разногласия разрешены, разрешенные разногласия, они касаются тех вопросов, в которых разрешается разногласия, то есть они эти вопросы, их называют фурор, фурор это то есть такие как бы детальные, да, где разногласия, они не влияют на основу, запрещаются разногласия в основе, усул называется, основа, да, вот. То есть это разногласия, касающиеся, допустим, есть прямой текст Курана о запрещении, допустим, свинины, вот здесь разногласия запрещены, потому что все мусульмане, да, основываясь на тексте, исходят из того, умовся, что мясо свинины запрещается, понимаете, вот. Допустим, вопросы, связанные с разногласиями разрешенными, это использование алкоголя, все приходят к мнению, к тому, все едины во мнении, что, на это есть коранический текст, что употреблять спиртное внутрь в цели опьянения харам запрещается, а вот использование одеколона в целях, допустим, медицины, да, или духов, да, здесь разногласия разрешены, кто-то говорит, нельзя, кто-то нежелательно, а кто-то можно, понимаете, то есть это все абсолютно. Но нас волнует другой вопрос, отношение к тем, кто имеет абсолютно противоположные взгляды, не в исламе, а даже не ислама, да, за пределами. Допустим, как мне относиться к тому, кто не верит в ислам, да, или не верит в Бога, атеизм, или те, кто представители других конфессий, или те, кто вообще не хочет слушать, да, ничего, и так далее. Кто имеет абсолютно противоположные взгляды, то, естественно, здесь отношение строится на основе уважения взглядов и диалога. Диалога, диалога и научных дискуссий среди ученых, да. То есть ни в коем случае нельзя принуждать к вере, говорить, ты в ад попадешь, моя религия права, принимай мой взгляд и так далее. Это навязывание считается, да. То есть твой взгляд неправильный, это заблуждение, и ты слушай вот так, что я тебе говорю, и так далее. Это все принуждение, оно запрещается в исламе. Потому что сказано, ля икраха фиддин, нет принуждения в вере. Есть целая сура, аль-каферун, да, где просто говорится, о, вы, которые не уверовали, да, вам ваша вера, а мне моя вера. То есть это абсолютно, я бы сказал бы, отношение построено на терпимости, на веротерпимости или на терпимости других взглядов. Потому что каждый человек имеет свои взгляды. И в исламе запрещается принуждать к своим взглядам, к своей вере. Почему? Вопрос, почему? Потому что так, первое, хочет Аллах, потому что Аллах говорит, кого он хочет, ведет по прямому пути, кого нет. Второе, потому что человек каждый, Аллах дал каждому человеку право свободы выбора. Поэтому для этих людей, для всех нас, за то, что мы имеем право выбора, создан судный день, чтобы судить нас. А иначе был бы судный день, бы несправедливым. Можно было сказать, извини, но меня принудили к вере, или я это выбрал, потому что мне это было предписано, я не отвечаю за свои выборы, за свои поступки. Я то, что сделал грех, это он был предписан, и не я виноват, а мне это вынудили сделать, да, как бы предписали этот грех. И поэтому каждый человек имеет свободу воли, свободу выбора, а свобода выбора строится на свободе рассуждения, взглядов, да, поиска. И поэтому тот, кто имеет другое мнение, даже противоположное, мы не осуждаем, но мы имеем дискуссию и приводим определенные аргументы. Потому что не мы даем иман, веру, а Всевышний Аллах. Мы всего лишь причина. Человек, когда объясняет другому человеку, он всего лишь является причиной, через которую Аллах может, если захочет, дать определенные знания или путь, правильно? То есть здесь как бы отношения абсолютно толерантные, но они строятся на диалоге, который подразумевает равность собеседников. Это не значит, что я на кого-то давлю или на меня кто-то давит, да. То есть мы ведем свободную дискуссию, диалог, я говорю, свои доводы, вы свои и так далее, да. Но ни в коем случае это не сопряжено с намерением переобратить его в другую веру и так далее. Потому что Аллах дает веру. Только предоставление информации, правильно. Вот как раз про диалог, вот часто детей призывают участвовать в различных праздниках, да. В основном это может быть такие более западные, известные. Как объяснить детям, чтобы они не участвовали в таких праздниках, как, например, Хэллоуин? Хэллоуин, да, он порицается, потому что это праздник, ну, на самом деле, сатанинский, можно сказать, да. Если для нас верующих, как и для мусульман, так же и христиан, и иудеев, подобные праздники, как Хэллоуин, они имеют сатанинскую основу, да. То есть шайтанский праздник, вот, шайтана. А здесь Аузбеляхмештой, но я хочу вот что сказать. Вы знаете, вот давайте исходить из реалий. Мы живем как бы в государстве или в обществе, где рядом с нами живут представители разных культур, разных конфессий, да. Есть среди нас так называемый светский или атеист, который говорит, а мне все равно, я буду праздновать. Что мне ваша религия там и так далее. Есть же такие. Они и празднуют, в принципе. И мы же ничего не можем сделать. Но у нас есть конституционное право в том, что мы говорим о том, что мы должны сохранять и бороться законными способами, разъясняя людям о опасности таких праздников. Раз, и второе, призывать к сохранению нашей национальной религиозной идентичности, да. То есть защищать свои традиционные религиозные ценности, ислама. Вот. Но каким образом? Это не значит, что если я вижу запретное или зло, например, я приду, например, и кому-то могу запретить навязать свой взгляд. Он скажет, я имею свое конституционное право праздновать тот или иной праздник, верить или не верить. Это абсолютно правильно. То есть надо учитывать наше современное общество. Поэтому сегодня мы можем оградить наших детей каким образом? Во-первых, это воспитание детей. Если родители правильно воспитывают своих детей на правильных, можно сказать, духовных, моральных, нравственных ценностях, да, то это послужит ребенку, как бы сказать, вакциной от влияния внешних деструктивных факторов, да. То есть мы, грубо говоря, прививаем наших детей от опасных каких-то ошибок или опасных сект или опасных идей. То есть это, в первую очередь, воспитание, то есть когда вот, как кувшин, да, если мы его заполняем чем-то, молоком, то туда сколько не лей, допустим, там, спирт и еще что-то, да, допустим, льешь, он все равно в это, он полный уже, да, вот, он выталкивает это. По крайней мере, он дает какой-то иммунитет, то есть создаем иммунную систему ребенку. Но если это кувшин пуст, туда можно заполнить хоть что, любой коктейль, как говорится, сделать, да. Поэтому, мне кажется, важно именно с самого детства давать правильные какие-то ориентиры, да. Говорить, например, через сказки, через пословицы, через обучение правильно говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Чёрное, белое, чтобы у ребенка были какие-то координаты, ценностные координаты, да, вот, которым он мог быть, руководствоваться потом, в школе, в университете, после университета, да, вот. То есть это очень важно. Очень важно также ребенка оградить от влияния интернета. То есть должен быть родительский контроль, я думаю, в сотке у ребенка, да. Потому что ребенок может выходить куда-то, да, и родители должны знать, что ребенок смотрит, чем он интересуется. Потому что не только даже Хэллоуин, проблема не в этом даже, а проблема в воспитании и таком мягком контроле, да, чему мы учим детей. Если мы не учим ничему, их учат компьютер и интернет, их учат улица. Поэтому есть очень важный момент, когда до подросткового периода ребенку дать правильные ориентиры. Бывает в подростковом возрасте, когда ребенок, переломный такой возраст, момент, когда он, ну ему надоест это все, контроль излишний. Если излишний контроль делать, ребенок как протест выходит и начинает делать то, что наоборот нельзя, да. Вот, поэтому ни в коем случае нельзя ребенка ограничивать в чем-то, да, в сильном. Да, я имею в виду, просто запрещать, надо объяснять, да. Должен быть контроль, софт, мягкий. То есть смотреть, чем ребенок интересуется, что он смотрит, создавать, давать ему какую-то альтернативу и так далее. Ведь проблема Хэллоуинга заключается в том, что это же не просто одноразовое мероприятие, это целое, огромное, я бы сказал бы, не только Хэллоуинга, туда входят все вот эти вот моменты, и Хэллоуинга, и Святой Валентин, и так далее. Это влияние не просто западной культуры, влияние идет определенных ценностных ориентиров, да, которые противоречат и разрушают реально вот духовную, да, ценностную систему нашего общества. То есть через праздники, через определенное что-то, как бы навязывается определенная система координат, ценностная система координат, да, вот. То есть стирается, допустим, в Хэллоуинг понятие добра и зла. То есть люди-то переодеваются, дети во всяких вурдалаков, шайтанов, оборотней и так далее. То есть оборотень, вампир, вурдалак становится положительным героем, происходит подмена понятий, понимаете. Грань стирается, Господь Бог, Сатана, да, допустим, да, то есть зло, добро и так далее, все это как бы подводится и все это стирается и так далее. То есть очень опасная такая тенденция, которой необходимо как бы немного хотя бы как-то закрыться от нее, да, потому что мы не можем запретить, да, мы не можем оградиться, да, но мы можем себя, защитить и своих детей от деструктивного влияния, сект различных, различных, вот подобного рода опасных идей, да. Вот по поводу как раз опасных идей. Сейчас вот в обществе поднимается вопрос, что стоит за защитой прав женщин, особенно вот после той недавней ситуации, связанной с музеем изобразительных искусств, про выставку феминалий и так далее, то есть как ислам на это сейчас относится? Ну, давайте начнем с того, что, конечно, это все осуждается в исламе, как и не только в исламе, но и в христианстве, в иудаизме, да, в ромистических религиях, да, и во всех религиях, в плане того, что понятие этики, да, подачи, да, самой проблемы. И я заметил такую тенденцию в том плане, что если проблема существует, да, реально в обществе, потому что у женщин есть проблемы, это нарушение прав, это где-то избиение, да, есть и у детей проблемы детские, да, в отношении детей насилие, да, насилие в семье и так далее. Но, вы заметили, под любую проблему, как бы, да, реально существующую туда подстраиваются, как троянский конь, да, определенные нетрадиционные, так называемые, да, идеологии или течения, которые требуют права на аборт. А что у нас аборта нет, что ли, в Кыргызстане? Это что этим хотят сказать? Или там право на однополые браки, понимаете? То есть, почему общество так среагировало? И почему? В первую очередь, потому что существует недоверие, подозрение, да, к тому, что через свободу, так называемых, свободу, через либеральные ценности, под прикрытием, допустим, демократии, внизу проталкиваются определенные проекты, определенные, как бы сказать, стоят определенные цели, да, поэтому общество, оно очень нервно, очень сильно реагирует на это. Это не вопрос культуры в целом, это вопрос подмены понятий, потому что, если мы говорим, вот, у женщин есть проблемы, и они так выразили, да, таким образом, это понять можно в Западной Европе, но у нас, у нас, во-первых, другие ценности, другое общество. Нельзя оттуда переносить сюда. Это, да, проблемы есть, но это не значит, что мы должны методом, таким же методом, как в Европе, показывать очень страшные такие, ну, как бы, экспонаты, да, которые, как бы, ну, взорвут общество, да, можно сказать, да. Ведь там очень такие моменты были, да, понимаете, тонкие. Говоря это искусство, ну, какое искусство? Нельзя все-таки подменять искусство. Я сам могу говорить чуть-чуть об искусстве, потому что я сам имею диплом, я закончил художественное училище, учился в Академии художеств, да, и даже в наше время было современное искусство. Кто-то занимался абстракцией, да, модернизм, да, и так далее. Но мы всегда чувствовали грань, на это и называется искусство, художественное искусство заключается в том, что там есть тонкая грань, когда вы намеком, чем-то таким, можете передать очень глубокий смысл, да, вот, и грань, за которой называется, начинается уже вульгарность. Вот как чуть-чуть грань перешли, это уже начинается, уже переходит уже от, ну, вульгарной вещи, да, вот, поэтому, мне кажется, все-таки я не буду оценивать искусство или нет это, но в целом скажу, что среди художников, среди скульпторов, да, много, и это большинство, те, которые не воспринимают подобного рода подачу, да, искусство, как искусство. Потому что все-таки есть понятие, да, классическое искусство, есть понятие эстетики, этики есть, да, и как искусство теряет это, уже начинаются уже, ну, опасные вещи, чуть ли не вульгарные вещи, да, можно сказать. Поэтому здесь очень тонкая грань, но я хочу напомнить о том, что, к сожалению, мы думали, вот, я хочу произнести выражение, которое я запомнил на одной из конференций, и, кстати, это сказал один из профессоров, докторов, да, светский, светский профессор, одной из республик бывшей страны СНГ, да, он что сказал? Он сказал, мы, оказывается, мы так разочарованы, мы думали, что мы подключились к чистому источнику западной демократии, а оказалось сейчас, что мы подключились к канализационной трубе Запада. Понимаете, что мы пьем? То есть нельзя все подряд брать. Есть какие-то хорошие вещи в любой, в любой культуре и так далее, да, в любых вещах, но слепо все перекопировать и взять их подход, понятие... Перенести в наше общество. В наше общество, это не то, что и не нужно, потому что у нас это все ведет, вот, знаете, я хочу сказать, что неужто демократия сводится сегодня к защите прав только однополых отношений или феминизма? Мы, например, не хотим видеть Кыргызстан, чтобы была так же ситуация, как, допустим, в развитой, демократичной, но, допустим, в Норвегии, где детей забирают из семей, да, то есть где действует так называемая ювенальная юстиция, где по улицам абсолютно свободно проходят гей-парады и традиционным семьям стыдно ходить с детьми по площадям, да, по улицам, понимаете? То есть где идет реальное вырождение, загнивание, да, общества. То есть мы хотим, чтобы у нас были мама и папа, а не родители номер один или родители номер два. Вот это к этому ведется все. Поэтому, конечно, дискурс в обществе очень такой высокий, но мне хотелось бы призвать, чтобы не было разделения, да, что все-таки проблемы есть, но над ними надо сообща работать, да, но ни в коем случае нельзя подрывать и разделять общество, необходимо вместе всем решать. Это, конечно, годами все, это вопрос ко всем сторонам, да, потому что здесь должна быть позиция, мне кажется, и духовенство тоже самое, и наши вот муфтията, русской православной церкви вместе, да, позиция должна быть вместе. Спасибо большое. Очень интересный такой ответ у вас. В принципе, понятно, у нас тоже передача подходит к концу, но я напоминаю нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете адресовать на адрес электронной почты, который вы видите на экранах. Благодарю вас еще раз за ваш визит. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова